Доброго времени суток, друзья! С вами Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Аля». Значит, ролик, я разговариваю за своего клиента, на него пытаются наехать, всеми правдами и неправдами, но человек уже под нашей защитой, и мы ничего бояться, уж тем более микрофинансовые организации, как говорится, на той заднице и останутся, на которой сейчас сидят. Дело в том, что с ними намного проще, хотя методы их взыскания, но и сами проценты очень-очень серьезные, и, в общем, я никому бы не советовал оставлять эту ситуацию без контроля. Либо сами изучайте, смотрите, вникайте, ну, как говоря, в наш канал, подписывайтесь, очень много полезной информации, ну, либо обращайтесь за помощью к юристам, как вариант, можете услугами компании «Аля» воспользоваться, посмотрите видео на сайте, на нашем, и там вы подчеркнете всю необходимую информацию, все разложено по полочкам. Значит, ссылочка на сайт, на нашем, в описании ролика есть, посмотрите видео, оставляйте заявку, как там рассказывается, и мы вам позвоним в рабочее время, значит, по московскому часовому поясу, кроме суббота-воскресенья. Ну, а сейчас слушаем ролик о том, как финн-коллект пытается передать, точнее, пугает, что передаст коллекторам. А кто вы сами, друзья мои, финн-коллекторы? Само название за все говорит. Итак, поехали, веселый ролик. Да, алло. Здравствуйте. Я вас слушаю, здрасте. Меня зовут Долгова, Евгения Александровна, служба защиты бизнеса финн-коллекта, представляю интересы МФК Турбаза. Обращаю ваше внимание, ведет свапись нашего телефонного разговора. Наталья Александровна, могу услышать? Мне, к сожалению. А где она находится? Почему телефон у вас занял у нее? Наталья Александровна, вам, получается, супруга ваша приходится? Нет, сестра. А, сестра ваша. У нее сейчас финансовая проблема с компанией Турбазам. Ей сегодня необходимо информацию передать. Вы, пожалуйста, ей сообщите, чтобы она связалась с компанией Турбазам сегодня до конца дня, потому что она видит, что предоставила этот номер телефона как ее личный номер для связи. Это ее личный номер, она попросила со всеми ее кредиторами меня, собственно говоря, взаимодействовать. Поэтому... То есть сейчас стоит переадресаться на ваш номер или что? Да нет, почему? Я у нее дома нахожусь здесь. Мы живем там через два подъезда. Я вас услышала, тем не менее, информацию передавайте, иначе сегодня... А зачем? Она не будет сообщаться. Ну, значит, компания сегодня зафиксирует добровольный отказ от оплаты. Да, об этом речь-то, на самом деле. Ну, что же Наталья Александровна... Ну, в чем катастрофа? Ну, хорошо, ну, извините, что перебил, да. Продолжите, зафиксирует добровольный отказ от оплаты. Далее что? Да, и компания будет вынуждена, наверное, информацию уже передать в коллекторское агентство. А вы кто? А вы сейчас... Да, понятно, да не надо, там основания все, я понимаю, хотите передавать, а вы кто? Меня не нужно перебивать для начала. Хорошо, вы задали вопрос, зададите, я вам отвечу, конечно же. Хорошо, если вы меня не будете перебивать. А вы закланчиваете, конечно. Обзывание группы компаний «Быстрые деньги». Мы работаем с клиентами, которые вышли на просрочную задолженность. Ага, а коллекторы будут что-то другое делать? Я не знаю, что, как коллекторское агентство будет общаться, Наталья Александровна, но тем не менее, как правило, деньги возвращаются вовремя и в срок почему-то. После передачи информации. То есть у них какие-то более жесткие манеры общения или что? Ну почему? Ну вот сейчас, смотрите, вы позвонили, да, вы сообщили, а у них какие-то права делегируют государства другие, кроме как сообщить о долге, там, о возможных последствиях. Ну я же вам говорю, как правило, да, чаще всего. Оплата почему-то проходит сразу. Ну понятно, но люди-то испуганные, да, по телевизору-то всякую чепуху показывают, соглашусь. Заказные вот этими коллекторами заказаны репортажи и все такое. Ну, а не дряже она ко мне обратилась-то? И что? Да. Вот вы думаете, просто она сказала, давайте лучше ты заплатишь? Нет. Мы с ней побеседовали в семейном теплом кругу за чаем, и я ей сказал, я сделаю так, что ты никому ничего не заплатишь. Лучше бы вы в семейном тихом кругу, да, помогли бы Наталье Александровне, как где найти денежные средства для оплаты? А чем это лучше? А чем это лучше? Любой семейный бюджет, любая семья, любая теплая беседа за чаем подразумевает помощь друг другу. Я буду сейчас прощаться, Наталья Александровна. А как вы будете прощаться? Расшаркиваться или вы будете мне обещать? Друзья, ну конечно же, она слилась, но как мне прискорбно, я с грустью вам сообщу, что она права, когда заявляют, что большинство их клиентов все-таки после того, как они начинают заводить коллекторы, начинают платить. Это верно. Но к этому большинству не относятся клиенты нашей компании, либо люди, которые разобрались с ситуацией, вот тут уже к их грусти, к грусти коллекторов я это заявляю. Да, это процент незначительный. Нам еще, как говорится, работы не поле, не паха. Ну что ж поделаешь, хоть кто-то, допустим, но подпишется на наш канал, тем самым разберется в ситуации. Кто-то встанет под защиту специалистов компании и вообще в документальном формате, что называется, полностью себя переместит состояние жертвы в конкретное правовое поле, где он будет себя чувствовать свободно и знать, что он ни перед кем не виноват и никому ничего не должен. Ну, это отдельная история. Повторю, условия на сайте у нас в видео выложены. Пожалуйста, посмотрите, ссылочка есть. Вот в правом верхнем углу для вашего удобства выходит кликабельная подсказка. Вот она. Ну и ссылочка на наш сайт есть в описании ролика. Не буду больше тратить ваше время. Предлагаю поставить лайки, пишите комментарии. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал. Также группа ВКонтакте у нас имеется. Вступайте в группу. Ну и еще отдельная просьба. Поделитесь. Поделитесь ссылкой на других каналах. Поделитесь в соцсетях. Тот самый репост сделайте, чтобы как можно большее количество людей узнало вот эту самую правду о том, что коллекторы беспомощны, что люди никакие не должники, а обычные граждане, которые, в принципе, могут при желании бороться за свои права и отстаивать их. Ну, а с вами был Кузнецов Дмитрий. Я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия, финансовое здоровье и финансовой юридической грамотности, хотя бы минимальной. Этого хватит, поверьте, чтобы разобраться со всеми своими проблемами. Ну, а вообще здоровья. Всего вам хорошего, друзья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин